сегодня с божьей помощью мы рассмотрим пиркей вот между шестую мою может быть затронем 8 глава 3 из книги ветви древо отцов сказала обе нахуй не бен канон со всякого кто возлагает на себя бремя торы снимает бремя властей и бремя труда а на всякого кто сбрасывает себя бремя торы возлагает бремя властей и бремя труда значит и раби на нахуй не бен кена она маккена она кауна хаббель а маккабель эльяв эльив эль тора мэ аврин мемену эль малахот эль дарэх эрец векол эфуртс эфуратс эфурак эль мемену эль тора эль эль нин эль я аль малахот эль дарэх эрц значит еще раз к арбе нахуй не бен аккана со всякого кто возлагает на себя бремя торы снимает бремя властей и бремя труда а на всякого кто сбрасывает себя бремя торы возлагает бремя властей и бремя труда это очень интересная мишна она небольшая раби нахуй на бен аккана когда рабиш мэр бен ириша то есть его душа первосвященник спустился с небес он застал мудрецов постящимся и молящимся он поведал им что вынесенный римлянный приговор о казни 10 еврейских мудрецов это приговор небес в это время мудрецы сидели перед раби нахуй не бен аккана и говорили как говорится спасил раби акива великого раби нахуй чем мы заслужили долголетие он ответил никогда в жизни я не принимал даров сказано ненавидящий дары будет жить так же еще раздавал сдаку и не мстил обидчикам искал раба тому кто прощает обиды прощают все его грехи и по-видимому это говорится раби нахуй не бен аккана и это же написано о нем в книге сады рода оборот и смотри два матра сказал раби йоханна бен заказ своим ученикам слова раби нахуй на бен аккана правильнее чем мы и ваши смотрите там то есть он говорил что еще что он сказал важно раби нахуй не что он не пользовался преимуществом получать бесплатные дары он щедро раздавал сдаку и не мстил обидчикам потому что тому кто прощает обиды прощают все его грехи потому что есть принцип мера за меру соответственно когда человек прощает другим людям то ему прощает с небес его его прегрешение тоже со всякого кто возлагает на себя время торы снимает время властей время труда рассмотрим теперь эту часть комментарий как сказано от письмена письмена бога будем высечены харут на скрижалях начинай не читай харут высечен а свобода ведь не человека свободнее чем тот кто изучает тору то удивительные слова протоксуем их сказано человек рожден для труда если удостоился трудиться на таро если нет над ремеслом и сказано стихия уничтожила из-за масла и шия и его его сан хирива была сброшена благодаря тому что хисхия поставлял масло для освещения синагог и дома учения чтобы евреи учили тору поэтому изучающие туру освобождаются от разных видах налогов сказано было бадро а святой книги за скал раби шиман баре хай тот кто умеет изучать пол но не делает заслуживает смерти более того на него возлагают бремя труда и тяжкое порабощение сказано и подставил век плечо свое чтобы терпеть слово вает означает также свернуть и свернули в эту наживе тот кто свернул с дороги чтобы не принимать на себя бремя изучения торы и тут же и будет порабощен смейтом отсюда мы можем выучить что человек когда учит тору то все земные дела они идут намного легче и дается ему не настолько большими трудами заработок поддержка жизни и все остальное на что люди тратят основную силу бегут о том что человек будет просто изучать и на голову упадут хотя такое тоже возможно но имеется ввиду как минимум что земные дела будут идти намного легче проще и удача будет сопутствовать это не гарантированно потому что есть много примеров бедных мудрецов которые изучают но в конечном итоге они либо стране из богатыми очень его известным либо еще что их потом поддерживали и так дальше и приводится в трактате бала батра слова раби иуда носим наказание приходит мир из-за невеже которые не хотят изучать тору однажды жителям твери было велено собрать деньги на дорогую корону для царя жители твери пришли к раби иуде носи и потребую чтобы изучающий тору дали деньги на корону раби иуда ответил нет тогда не сказали если так то мы убежим из города раби иуда ответил пожалуйста убегайте половина жителей убежала из города власти уведомили оставшихся что они должны заплатить половину суммы за корону пришли оставшиеся жители города к иуде носи и сказали если изучающий тор не будет участвовать сборе денег мы тоже убежим сбору раби иуда ответил пожалуйста убегайте все оставшиеся еврейские жители твери и бежали и в городе осталось только изучающий тору тогда пришло уведомление от властей что царь решил отменить сбор денег и они не должны ничего платить раби иуда носи сказал видите наказание приходит мир из-за невежек которые не хотят изучать тору интересная история и рамбан писать в комментариях то есть получается что если бы они собирали деньги и за из-за из-за них потому что они присутствовали городе не только убежали сразу сам наладилось но эта шутка не шутка я не берусь судить но в общем получается так по этой ситуации и рамбан писал в комментарии книжный а вот что тора облегчила тяготы изучающих и и по его закону они освобождены от разных видов налогов муниципального военного и подушного эти налоги и расходы на разведение стен города община должна платить за них и даже если изучающий тору зажиточен он все равно освобожденных налогов наша учитель арабе иосифа алёве бен мигаша спросили об одном мудрецатору которого был огороды и сады его налоги исчислялись тысячами золотых ответил что это человек освобожденный всех вышеперечисленных налогов поскольку изучают тору такой же закон тура как тот который освобождает коинов от уплаты половины шекеля на расходы храма в мидра штанхума рассказывается об одном коине который проверял кожное поражение нигеями был знакомых видов и названий его доход уменьшился и он собрался отправиться до границы в поисках заработка сначала обратился к жене поскольку люди привыкли приходить ко мне с кожным с кожными поражениями давай я научу тебя и их распознавать чтобы ты могла заниматься мое отсутствие если увидишь что волос человека висок зная что он поражен ведь каждому вороску всевышний создал свой источник питания жена сказала ему если каждому вороску всевышний создал свой источник пропитания то уж тем более он даст пропитание тебе ведь ты был создан по его образу и подобию изучая что и должен кормить своих детей тот конь передумал и не стал покидать землю израиля хорошая стора мудрая жена окей то есть мы видим какой мы вывод из этого все делаем что человек который изучает тору все ему дела даются проще легче с небес ему помогает и так дальше во всяком случае это видно и не только из историй древних но и современности тоже снимает бремя властей значит что это означает во время первой мировой войны ученики решили пришли к великому хэфисхайму чтобы узнать что с ним будет удастся ли им получить освобождение от армии хэфисхайм ответил дети мои помните сказанное мудрецом в мишне вот со всякого кто возлагает на себя бремя тора снимает бремя властей вы можете возразить в таком случае все учащиеся решив должны быть освобождены от армии почему же мы видим что некоторые из них забирают пусть даже временно ответ таков с небес с человеком поступают по принципу мера за меру все зависит от того насколько твердо он принимает на себя бремя тора с того кто уверен в своем выборе твердо следует ему и усердно учиться полностью снимают бремя властей если человек не очень усердствует и не твердет своем решением 4 принятие и бременного но это примmente его бремя у него с лidents то и бремя власти снимают с него не полностью не на какое-то время и все же поставит на армейскую службу твердо снятие вам они пост своей зависит от твердости принятия бремени тора если человек полностью тверда поднимает особо бремя тора кого освобождение эта армия будет полным комментарий на следующую часть она всякого кто сбрасывает себя бремя тори возлагает бремя властей и бремя труда и так сказано в Иерусалимском Талмоне в Рошашинам о стихе и воинство будет послано на жертву томит за преступление будет правда сброшено на земле Даниэль войско это ангелы народов мира сказано повелит бог небесного воинства на небесах а томит это еврейский народ который должен постоянно томит днем и ночью заниматься торой за преступление по отношению к торе будет правда сброшена на землю правда это тора как сказано купи правду и не продавай мудрость наставления и знания когда евреи бросают слова тора на землю власти строят против них козни и преуспевают и сказано оставил израиль добро будет преследовать его враг ваше добро это тора как сказано ведь учение добро дал я вам тору мою не оставляйте и так сказал рабби Шимон Барьяхай если видишь что селения в Израиле разрушены знай это из-за того что не содержали изучающих тору и мишну как сказано за что пропала земля и сказал бог за то что оставили мою тору иерусалимский полмуд и приводится в тот этот обраход слова раби Шимона когда были выполнять воду творца их работу выполняются другими как сказано и встанут чужие будут пасти ваш скот то есть когда евреи выполняют воду творца их работа выполняется другими людьми а когда эллле не выполняют воду творца когда они не полностью праведные комментарии то софта им самим приходится выполнять свою работу сказано и соберешь урожай свой был этого им приходится также выполнять работу других сказано и будешь служить своим врагам это было мишна 6 еще раз кратко пройдемся по главным принципам ты мишны сказали на хуни бэна-канас и всякая кто возлагает на себе бремя торы снимаю галостей бега туда всякого кто сбрасывать себя бремя торы возлагает бремя властей время то есть за три мишны мы видим разные примеры как человек если он учится то и по собой соблюдает идет возвышается туда ему различные скажем так в сложности этого мира они даются проще тот то ну имеется ввиду там время властей налоги там заработать и все остальное а тот то скидывает себя и только уходит в это тогда сложнее дается все остальное это очень кратко конечно но остановим и прочитаем и так мишна 7 рады скоробе харафта бандоса и сковор хранью когда 10 раз едят и учит тору среди них прибывает щена как сказано бог находится вообще не более откуда мы учим что шкина прибывает среди пятерых учащихся сказано союз свой создал на земле ну вот мы учим что шкина прибывает из эти тех учащихся сказано среди судьи шире будет не по том что 3 судьи гглятра не откуда мы учим что шкина прибывает из 2 двух учащихся сказано как тогда говорили между собой боящиеся бога и внимал бог и услышал откуда мы учимся шкина прибывает из одним случаяхим туру сказано всюду где я разрешу упомянуть моё имя я sfis тебе и благословлю тебя Ну, это считается длинная мечта, но комментарии на ней очень короткие. В принципе, тут ясно, что если не можно учить с десятьми, то хотя бы надо учить с днём. Иврит. Иврит. Немнин афилу хамеша, откуда мы знаем, что даже петьми. Шенеймар в агадату аль арец изда. В ненин афилу шлаша, откуда мы знаем, что даже трин. Шенеймар, что, как сказано, цитата из Тора. Шенеймар, откуда мы знаем, что только двое. Шенеймар, откуда мы знаем, что даже один. Шенеймар, откуда мы учим, что Шхена пребывает и с одним изучающим Тором. Шенеймар. 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 это хорошо 5 тоже хорошо 3 это тоже 2 и даже один это только тоже хорошо главное это учиться независимости от обстоятельств ну когда ашкина будет пребывать таким человеком окей между 8 2 3 сказала билизар из бортоты дай ему из принадлежащего ему ведь ты все твое принадлежите ему еще сказал от имени царя давида ведь все от тебя и из твоей руки дали мы тебе ради или азер ищу бартота бартота אומר тэн ло мишэло шээта вшэлха шэлхэлхэлхэлхэлхэлхэн бэдод бэдод гу омэр ки мэмэхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэлхэл от имени царя давида ведь все от тебя из твоей руки дали мы тебе очень очень кратко видно что это нужно о том что все всевышнего и что нужно понимать это со всех своих делах но просмотрим более как подробный комментарий склабилизар из баттоты дай ему из принадлежащего ему рожбат списал книги могона вот как замечательные слава выходящие из уст тех кто сам их выполняет замечательные слова выходящие из уст тех кто сам их выполняет это из тогда до его мод придет мудрец упоминается в пиркей д оседой сборщики знаки убегали от него потому что он отдавал им все деньги которые у него были в тот момент рассказывает что однажды он пытался покупать необходимое для свадьбы дочери сборщики сборщики увидели его спрятались оставил скатик побежал за ними стал просить прошу вас скажите для какой цели вы сейчас собирайте деньги они ответили на жених бусирот робилиазар сказал им и лазар робилизар сказал и свадьба важнее свадьбы моей дочери взял все что у него было отдал все им оставь в кармане один динар на него он купил домой пшеницу и положил в сарай его жена сказала дочери пойди посмотри что принес твой отец дочь ответила все что отец принес он положил в сарай она хотела открыть дверь сара и обнаружила что он полон пшеницы так что налитые колоссия высыпается из-под двери дочь пошла к отцу и сказал иди посмотри что сделала для тебя всевышний из любви к тебе отец ответил и конечно это пшеница принесите и с ним и тебе порагается из нее такая же доля как и бедняками для интересная история то есть он тоже был домом пшеницу положил сара то есть там было чуть пшеница стало больше по сути дай ему из принадлежащего ему это робилизар это кто автор этой мишны насколько он был благочестивый то есть она не просто писал какие-то слова он исполнял то что он горю на этом примере виду ну и все все мишны от которые написаны в калмуде они все кто это писал они уже это исполняли иначе бы не это не 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 писали не говорили да ему из принадлежащим ему псих там приводят слова я беду хому сказано почти бoga и своего богатства пришли почти бога и свою братко все вышли я не прошу чтобы ты прощи у меня твоими деньгами то прошу что вы почти моими видите как интересно получается что сказал всевышний я не прошу чтобы ты прощу у меня твоими деньгами, я прошу тебя, чтобы ты почтил моими, почтил Всевышнего из того, что Он дал тебе, потому что все от Всевышнего, это Мишно не видно. И так сказано, кто дал мне первым деньги, чтобы я должен был ему заплатить, не офф, кто образовал сына раньше, чем я дал ему его, кто установил Мазузу и построил ограждение на крыше до того, как я дал ему дом, кто отделил первенцев скота и выделил шерсть с первой стрижки до того, как получил от меня скот, кто возносил меня хвалу до того, как я сделал ему чудеса, я попросил тебя принести жертву, но не думай, что я прошу из твоего, ведь сказано, бык, овца или коза, когда родятся, когда я тебе их дам, принеси их мне, отдели десятину от своего урожая поля твоего, когда я дам тебе урожая в поле из года в год, что означает от всего, даже от денег, которые я тебе дам, отдели десятину. Отсюда видно, что ничего не принадлежит на самом деле человеку, все от Бога, и поэтому человек не дает своих денег и не зарабатывает свои деньги, это все, имущество все, короче, все от Всевышнего. Атосвак приводит сказанное в сифре. От всего урожая поля твоего, здесь говорится о десятине с урожаем, откуда известно, что стоит отделить десятину также от прибыли за торговлю и от других доходов, сказано от всего. «У одного богатого человека было поле, которое приносило урожай в тысячи мер пшеницы. Этот человек каждый год в течение всей жизни отделяет ему стоим не от десятины. Когда он был при смерти, он позвал себе сына и сказал ему, сын мой, зная, что это поле, которое оставляет тебя в наследство, приносит каждый год урожай в тысячи мер. Тщательно слизывая тем, чтобы каждый год отделять сто мер в десятины, как это делал я. Тот человек ушел, его сын нанаследовал поле, оно принесло урожай в тысячи мер, как и его отцу, и сын отделил сто мер в десятину. На второй год сын решил, что десятина была слишком большая и отделил только девяностыми. На следующий год поле принесло только девятьсот мер урожая. И он решил уменьшить десятину до восьмидесяти мер. На следующий год урожай уменьшился до восемьсот мер. Каждый год он уменьшал десятину, и урожай становился все меньше, пока однажды не уродился всего сто мер пшеницы. Тут он сильно приуныл. Его родственники услыхали, что урожай сильно уменьшился, и явились к нему все радостные и нарядно одеты. Он сказал им, похоже, вы радуетесь с моей неудачей. Они ответили, а почему мы должны расстраиваться? Ты сам виноват в своей неудаче, поскольку не отделял десятину как следует. Смотри, сначала ты был хозяином поля, а Всевышний был как коин, и десятина была его частью, которую раздают бедным. Но теперь, когда ты не дал ему его часть, он стал хозяином. А ты коином. Вместо тысячи мер он выделил тебе долю бедным. Это сто мер. Как сказано, и все святое ко душе им, то, что надо передать коину человека, которое будет у него, можно прочесть это как будет ему. То есть, если человек не отделяет десятину как надо, ему останется только сама эта десятина. И об этом сказали мудрецы. Тот, кто не отделяет десятину, в итоге только ее и получит. Только ее и получит. Как сказано. И поле, которое дает количеством в хоме 30 сея, получит эйфа 30 сея. Десятую часть этого количества эшья. И еще сказано. Ведь вместо виноградники, которого спахивали 10 бельков в один день, даст вина только 1 бат. А равнотан разъяснял, вышедшее из поля. Это значит, что если ты не отделяешь десятину, твой урожай достанется выходящему на поле, эйсаву. То есть, это заберут идолопоклонники. Очень интересно. В книге Аводы Рабина рассказывается об одном многочистемном человеке, который всегда давал знаку бедным. Однажды, когда он прыгнул на корабле, поднял сборы, корабль потонул. Раби Акива видел это. И пришел в еврейский суд, дать сирийские показания о том, что тот благочестивый человек умер для того, чтобы женатого человека смогла много выйти замуж. Тут появился этот утонувший и встал рядом с Раби Акива. Раби Акива спасил его. Это ты утонувший в море? Он ответил, да. Но заслугу из Баки, который отдавал, я был вытащен из морских глубин. Раби Акива спросил, откуда ты знаешь, что именно заслуг из Баки? Тор ответил, когда я тонул в глубине моря, я услышал громкий гул волн. И одна говорила другой, скорее, давайте поднимем этого человека из глубин и вынесем на суше, ведь он всю жизнь давал много денег на знаку. Тогда Раби Акива сказал, благословен Всевышний, который избрал Тору заповеди и слова мудреца, и все это будет существовать вечно. сказано, пусти хлеб свой по воде, и через многие дни найдешь его. И сказано, вздока спасает от смерти. Дай ему из принадлежащего ему, ну отсюда мы в общем выучили, да, что кто-то не дает сдоки, то там будет потом сдока как его доход, так сказать, кратко. Дай ему из принадлежащего ему цветы, и все твое принадлежит ему. Вот что говорится в Барбатре, так сказать, «Скай Рабилизар от имени Раби Йоси, сдока и добрые дела, которые сыны Израиля делают в этом мире, создают великий мир и великие защитников между ними и их отцом на небесах». Сказано, ведь забрал я мир свой у этого народа, сказал Бог добро и милосердие. Раша разъяснял, что означает мир, добро и милосердие, которое делают сыны Израиля, и Бог забрал свой мир. «Однажды, когда наш учитель Аризаль сидел за своими учениками и изучал тайны Торы, он вдруг, прерывая учебу, сказал, «Белословен творящий истинный суд. Я слышу голос, выходящий из небесного суда, который провозглашает. Приговор этот вынесен по решению высшего небесного суда». Это цитата из Даниэля. «Прибудет несметное количество саранчи и осядет вокруг цфата. И они уничтожат все растения на земле и все плоды деревьев и весь урожай. Не останется пропитание людям, живущим там, потому что не обратили им внимания на бедняка-мудреца и правенника Рара-Якова-Альтерца, которого нечего есть. И он как будто в претензии на Всевышнего, из-за того, что у него ничего не осталось и никто не заботится о нем и не проявляет милосердие. А Всевышний не может молчать, глядя на мучения этого бедняка. И гневается на жителей цфата за то, что они не обращают на него внимания и не помогают ему. Поэтому закончил Аризальд, давайте, братья мои, соберем деньги, кто сколько может дать, и один из учащихся решили купить продукты, хлеб и еще что-нибудь, чтобы голодный смог поесть. Оставшиеся деньги отдадим самому бедняку, пусть купит на них все, что пожелает». Один из учеников Аризальда, Райби Исхакоин, взял собранные деньги, поспешил купить продукты и побежал в дом Рава Якова. Он нашел его лежащим на полу, оплакающим свою горькую долю. Ученый бедняк зарабатывал тем, что черпал воду, набирал его в длинные кувшины и разносил людям. Но в то утро кувшины выпали у него из руки и разбились, оставив его беспропитание. Катарообидецкая, как он услышал его плач, он подошел, помогал ему встать, усадил на стол, накормил, наполил и расставил ему денег, чтобы купить новые кувшины и зарабатывать себе на хлеб, как и раньше. Затем он сказал, уважаемый мудрец, помолитесь Всевышнему, чтобы он пожалел жителей Цфата и отменил суровый приговор, вынесенный им. Ведь из-за вас было решено, что на Цфат налетить саранча и никому не оставить пропитание. И прошу вас в дальнейшем остригаться и жоптать на Всевышнего. Тот мудрец поблагодарил раби Цхака и принял на себя обязательства больше не делать подобного. Он молился Всевышнего со слезами, просил, чтобы он простил его и не принялся больше на жителей Цфата, и отменил все тяжкие приговоры, которые вынес. Затем раби Цхака, какой он вернулся в Ешиво и рассказал там обо всем, что произошло. Тогда Резаль сказал ученикам, знайте, что благодаря добру, которую мы сделали этому бедняку, приговор был отменен. Благодаритель Всевышнего за его величайшее добро и милосердие. Затем все вернулись к учебе. Прошел час, и вдруг на окрестностях Цфата налетело огромное полчища саранчи и покрыло все пространство так, что стало темно. Все ученики перепугались, но Резаль сказал им, не бойтесь, ведь переговоры уже отменены. Просто саранча еще не получил указания не приближаться сюда. И действительно, вскоре Всевышний послал сильный западный ветер, и он унес саранчу в море, где она утонула. И не осталось саранчи нигде в окрестностях Цфата. Так Всевышний спас свой народ и свою землю за слугу добра, которую сделали бедняку. С того дня жители Цфата внимательно заботились о его нуждах. Раб Игоон Раби Шломил рассказывал, что был свидетельным от этого происшествия и лично знал того бедняка. который был праведным, благочестивым, но очень сведущим в Торе человеком. Затем его, назначенный главой Иерейского суда в Свиполе, и с ним было сказано, что тот, кто следует Торе в бедности, достоится следовать ей и в богатстве. Это был конец половины Мишны 8 главы 3. В Божьей помощи скоро продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok